А задумывались ли вы когда-нибудь, кто может скрываться в плотном хвойном массиве в вашем саду? Друзья, а кто из нас не любил играть в лабиринты, когда был маленьким, а может быть уже и взрослым? А вы знаете, что Туя Смараг прекрасно позволит вам это сделать? С помощью нее можно не только сделать живые лабиринты, но и интересные целые зеленые комнатки в вашем саду, как малой, так и большой площади. Классно стрижется, дает очень качественные густенькие бордюры и ярко-зеленого цвета в течение всего сезона. Друзья, приветствую вас! Мы находимся на нашем четвертом садовом центре Мастера Сада, который находится недалеко от деревни Елизаветина, по Гагату, по трассе Москва-Дубна. И вы сейчас увидите, сколько всего интересного мы приготовили для вас и только для вас на нашем центре. Сразу у входа вас могут поприветствовать прекрасные Эрики. Их цветения, да, очень ранные. Именно сейчас они порадуют ваш садик вот таким многоцветием. Весь колор розового и белого цвета с переходами в ваших руках. Пожалуйста, порадуйте ваш садик. Для тех, кто любит у нас раннецветущие кустарники, непревзойденная форзиция. Посмотрите, ее яркие колокольчатые цветки золотистого цвета радуют наш садик даже тогда, когда еще нету листиков. А уже вот этот золотой огонек есть у вас в вашем садике, в ваших декоративных группах. Есть один маленький секретик. Его я расскажу только для подписчиков нашего канала. Оказывается, что форзиция для того, чтобы цвела обильно по всему кусту, требует одно маленькое соблюдение, одного маленького приема. Что же это такое? Итак, вспомни, очень часто вы спрашиваете меня, Катерина, а почему, почему у меня форзиция цветет только внизу, возле корня, а верхние веточки, которые достигают у форзиции порою до двух метров, почему-то не цветут. Почему это происходит? Все просто. У вас цветут те почки цветочные, которые попали под снежный покров. А если его не было или было мало, как в этом году, то она у вас вообще практически цвести может только по низу. Что же делать? Все просто. Нужно с осени пригнуть ее достаточно гибкие веточки к земле, пришпилить их к поверхности почвы, так же, как это делают, как шпилим мы огурчики. Вот так, оттягивая веточки вниз, мы аккуратно их пригибаем к земле и весной, после исхода снежка, аккуратно разошпиливаем их и вот, пожалуйста, у нас, получается, цветочные почки перезимовали под снежным покровом и цветение у нас обильное, красивое, золотистое по всему побегу. А находимся мы напротив строительного гипермаркета «Северный лес», ярко-желтого здания с зелеными крышами, который расположен по трассе «Москва-Дубна». Вы издалека увидите гордо развивающийся оранжевый флаг «Мастера сада». Здесь есть где прогуляться и получить вот это вот вдохновение, красоту перед тем, как запланировать свой прекрасный садик. Посмотрите, какое многообразие хвойных, даже просто по цвету ждет вас. Это переливы золотистого, да, какие-то золотистые кончиковые соц, выживельники, в голубом пересосные елочки, через шаровидные формы, да, множество различных красивых сортов в прекрасном состоянии. Здесь и туечки, и десятки сортов можжевельников, причем как в маленьких горшочках, так и в достаточно больших. Можно купить сразу готовое растение для своего участка. А вот здесь площадка ждет приема замечательных, прекрасных туй, которых приедет целая фура. И значит, у вас будут варианты выбора десяток и соток великолепных качественных растений для вашего сада. Да, золото в саду не может не радовать. Особенно после того, как мы истосковались с вами по вот этой вот яркости, изумруду и желтому цвету после вот этой вот серой зимы, которая происходит у нас в северном Подмосковье. Елочки голубые, они по-прежнему остаются, конечно, топами и любимцами во многих садиках. Причем можно подобрать сорта как сдержанные, со сдержанным ростом для малых садов, так и более высокие елочки, для того, чтобы вы могли их посадить уже на ваших просторных участках, уже в десятки соток. Так, что еще можно показать вам? Конечно же, сосенки. Сосенки черные. И вот еще моя любимица, елочка сербская. Ее зачастую спрашивают небольшую. Не у всех есть возможность купить ее сразу взрослым растением. И вот как раз для таких притязательных граждан мы можем предложить целый массив вот этой вот елочки сербской. Совсем уже по привлекательной цене. Друзья, привезли очередную партию растений на наш новый садовый центр. Пополняем витрины. И вас уже ждет большая коллекция владовых деревьев. Яблони, груши, вишни, сливы, алыча, черешня. Все это прекрасно растущее и поводносящее в условиях Северного Подмосковья. Смотрим, что же нас там бьет. Хорошо вас, друзья мои. Как всегда, хороший ассообщемент инвентаря различных удобрений и грунтов для сада и огорода. Прекрасная элитная коллекция клубники. То есть, если правильно говорить, все-таки земляники. Пожалуйста, каждый найдет на свой взыскательный вкус различные средства защиты от вредителей болезней для садика, а также стимулятора роста. Конечно же, мы оздоравливаем почву. И у нас большое количество правильных и хороших сидератов, которые желательно сеять в вашем саду. Также отличные газонные смеси, которые уже позволят в этом году иметь свой красивый зеленый лужок. Мы работаем только с проверенными отечественными производителями и гарантируем зимостойкость наших посевных газонах относительно импортных производителей. Пожалуйста, как всегда, моя любимая Гардена. Не устаю ей восхищаться. Всегда работаю этим инструментом, потому что качество действительно проверенное. И такой секатор в руках дизайнера ландшафтного работает более пяти лет. Проверен на собственном опте. Ну и, конечно, выбор прекрасный, выбор семян. Да, кто же у нас без своей редисочки, без своего укропчика, томатика или каких-то посевных цветов. Ну, нет такого садика, где чего-нибудь да не посеяли. А сейчас прекрасное для этого времени. И мы вас ждем с вот таким хорошим набором и ассортиментом плодов овощных и цветочных культур. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!